Сложили пополам, увидели? Середины сторон у нас образовалась средняя линия прямоугольника И два прямоугольника будут совпали при наложении, то есть два конкурентных прямоугольника мы получили Хорошо, ну пока еще мало, да? Еще раз давайте, взяли, противоположные стороны равны, видите при наложении, аккуратненько сложили Удобнее это делать на столе Нет, делаем, все делают, кого нет бумаги, те смотрят, как другие делают Появились вот такие ребра, да? И разумеется, теперь обмахиваться, ой, ими, да, ну вот как-то две рогатюрочки Я еще раз сложу, еще раз сложу, чтобы мой веер был покрепче Вы смотрите на мои руки? Уверен? Итак, вот мы развернули Значит, гармошкой собираем Посмотрите внимательно Не внимательно смотрите К сожалению, очень много огорчений вызывает следующее А у меня не получилось, не получится Если вы элементарные вещи будете пропускать Если сказали, что надо сложить пополам Надо сложить точно пополам Если вам надо, посмотрите, вот пальчиками прижали Или взяли ножницы Ножницами прижали И после этого у вас должен получиться прямоугольник За которым спрятались все другие прямоугольники Поскольку они конкурентны Если у вас получилась лестница при этом Что-нибудь сошло, то и другие конструкции у вас не получатся Надо очень хорошо постараться Это самое главное Итак, значит, что у нас было? У нас первоначально был листочек Да? Потом мы из него сделали ребристую конструкцию Ну и да, можно отдохнуть Можно отдохнуть, можно охладить себя веером Но у нас не только в этом соль Внимательно берем две опоры Увидели? Берем грузик И сажаем на листочек Да? Вот шла, шла, шла До мостика Зашел на мостик Мостик не выдержал Значит, нам нужно более крепкий мост Возьмем следующий мостик Значит, здесь мы уже убедились Когда обмахивались, да, верим Что выдерживает большее давление Посмотрим Пошел, пошел, пошел по мостику Сейчас усядет Не получилось Порт упал Не упал Да что ты сидеть не хочешь Ладно Вот, все, сел Тихо Сидит Ну, давайте мы его попробуем чем-нибудь догрузить Вот подарим Такой вот красный шарик Еще Ой Ой Красный шарик, да Ну и ножницы Ой Все Нет судьба была о мостику Нет судьба Вопрос был Значит, наши ребра жуткости Шли только в одном направлении Увидели? Да Нам надо сейчас с вами Сделать конструкцию Которую бы Эти ребра жесткости Пересекались Ну вот такая заготовочка есть Это сделана из настенного календаря Это по поводу Как, насколько тяжело или легко гнуть бумагу Да? Ну вот наверняка у вас сейчас пройдет 2011 год Настенные календарь Снимите И будете всякие интересные вещи делать Вот, например, такая вот гармошка Да? Чем она интересна? Ну тем, что, во-первых, вы смотрите с той стороны На которой нанесен рисунок А поэтому не все можете разглядеть И это правильно Мы кладем Мостик Сажаем Ну, мышку Вот она сидит Лежит Да, лежит Пусть лежит Хорошо Да Вот она, собственно говоря, лежит себе Отдыхает Давайте посмотрим Правда ли, что эта конструкция стала Я вот не хочу Возьму Производственную упаковку Да? Правда, конечно, могу сказать, что Производственную упаковку Она такая пожестче Пожестче производственная упаковка Поставим Ну и посмотрим, насколько действительно Ну, мышка, она, конечно, что тут легенькая Да? Легенькая По объему она, вы видите Явно, эх Меньше стакана Да? Поэтому Что плотнее Вот этот вот Извините Мешочек С мышкой Да? Или стакан воды Как вы думаете? Стакан воды Давайте попробуем Посмотреть Насколько действительно Вот этот мост Прочнее Он выдержит Так, надо, надо Убраться Итак, ну вы Ну что не сделаешь Ради эксперимента Итак, вы видели Что практически полный Да? Стакан воды Выдержала конструкция Вот у нас есть домашние Ваши Ваши В виде тряпочек Вот это удивительно Фигурку Да? Чем она удивительна? Посмотрите внимательно Когда я складываю Она уменьшается Так Вот эта гармошка Она тоже уменьшается Это как меха Да? Смотрите Как меха Действует Ну а здесь удивительно другое Узор Я бы не сказала Что он изменяется Поскольку Здесь Сохраняется Структура Что на самом деле Здесь вы видите Структура Входит Сама в себя Вот здесь у нас Получаются Горки Да? И впадины Но что интересно Посмотрите Они направлены Друг На друга Увидели? Вот эти ромбики Упираются концами Друг в друга Вот эти ромбики Тоже И концы Вот эти ромбики Они как бы Вкладываются Из-за чего Собственно говоря Наша гармошка Собирается Они не топорщатся В разные стороны Они Убираются Друг в друга Увидели? Да Увидели? И вот это сделать И этого добиться Достаточно Сложно Я сейчас покажу И мы с вами Поэтапно Зарисуем Что надо делать Чтобы добиться Именно такой Структуры А дальше уже Из чего сделать? Из настенного Календаря Почему мне нравится Эта бумага Она лощеная Да? Лощеная Твердая бумага И она красиво Конечно Смотрится Можно сделать Из фольги В первую очередь Нам надо научиться Делать это Из бумаги Понятно? Значит Делаем Поэтапно Складываем Пополам Это наш Первый Этап Насколько Ровно Вы сложите Вы уже Поняли Что Структура Сложная Может быть На вид Простая Но будет Сложная Поэтому Готовимся Очень тщательно И если У вас есть Шовчик То этот Шовчик Приглаживает Итак Я заберу Дальше Прямоугольник Имеет Симметрии И мы Складываем Вот По этой оси Я покажу Пунктиром Что мы Загнули Эту половину Значит Если Это у нас Ширина Наша Единичка Да То здесь Будет Половинка Наша Ширина Еще раз Сложим И получится Одна Четвертая Так У нас Четыре Прямоугольничка Так Успеваем Делать Сейчас Я не вижу Артем Успеваешь Делать Пожалуйста Если У кого То нет Можно Из обычного Тетрадного Листочка Это сделать Это абсолютно Не важно Какой у вас Листочек Календарь Тетрадный Листок Белая Бумага Цветная Бумага Нам сейчас Главное Понять Конструкцию Да Я понял Как это Делать Хорошо Мы сейчас Для всех Сделаем Ладно Итак У нас Есть Ромбы Ну Во всяком Случае Похожая Структура Наром Давайте Посмотрим Как Мы ее Нарисуем Отдельно Чтобы понять Как Она Сделана Вот эти Ребра У нас Параллельны И вот Эти Ребра Параллельны Увидели? Да Теперь Поскольку Поскольку С углами Можно Варьировать Да Мы Сделаем Следующее Для того Чтобы фигура Получилась Действительно Простая И действительно Получилась У всех Мы возьмем Самое Простое А именно Вот эту Фигуру Разобьем На две Фигуры Равные Кто скажет Какие Да Какого Вида Равносторонние Равносторонние Было бы Хорошо Но Равносторонние Треугольник Имеет Угол 60 градусов Нет 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 Дома Можно Сделать Любые Фигуры В том числе И Правильный Треугольник И тогда У вас Получится Красивый Ром Красивый Ром Но Что Говорит Нам Сейчас Против Этой Фигурки Посмотрите Внимательно У нас Полосочка Прямоугольная Вот у вас Прямоугольная Полосочка Прямой Угол Нам Найти Легко А Угол 60 Градусов Мы Здесь Уже Не Сделаем Поэтому Если бы У нас У всех Были Квартиры И мы Были Дома Или Треугольники Мы Взяли 60 Градусов И Сделали Красивые Ромбы Но У нас Есть Прямые Углы И мы Ориентируемся Сейчас То что у нас В руках Это Полосочка Значит Два Треугольника Будут у нас Прямоугольные Себе Рисуночек Сделали Прямоугольные Именно Их Мы Сейчас Будем Искать На Эти Полосочки Чтобы У нас Получилась Структура Вот Два Угла Два Прямоугольника Прямоугольных Составляют Такую Структуру Сейчас Будем Искать Итак Вот Наша Полосочка Что мы Делаем С вами Берем Треугольник Да И вот Эта Сторона Должна Совпасть С Большей Стороной Полосочки Ведем Его Только Очень Аккуратненько Чтобы Вершинка Действительно Была Одна Точка А вот Теперь Второе Вот так Отогнули Полосочку Итак Видите Была Наша Полосочка Вот Мы Отогнули Треугольничек Отогнули Вот так То есть Наша Полосочка Теперь Выглядит Следующим Образом Вот Это Ребро Я Специально Нарисовала Видите Сторона Треугольника У вас Здесь Хорошо Итак Вот Собственно Говоря Сделали Теперь Давайте Смотреть Нам Надо Продолжать И Сгибать Очень Важно Что Бумага Может Запоминать Смотрите Ведь я же Не складываю Каждый раз Эту Структуру Правильно Вот Я ее Могу Даже Разровнять По стулу Натянуть Видите Главки Белый лист А теперь За счет того Что бумага Все помнит Достаточно Быстро Я могу Восстановить Эту структуру Она Сама Все Помнит Она Помогает Мне Увидели Поэтому От того Насколько Вы Ровно Сделаете И Плавно Будет Зависеть Ваше Качество Смотрите Что делаем После того Как Вы Загнули Теперь Отогнули Перегнули И еще раз Прогладили Хорошо Мы ее Учим Сгибаться В одну Сторону И в другую Сторону Вы же Помните Часть Пойдет В одну Сторону Часть В другую Сторону Нам нужно Чтобы она Хорошо Изгибалась Вот Мы Позанимались С ним Зарядкой Смотрите Что у нас Получилось У нас Уже Получилась Часть Ромба Вот она У нас Вот так Да Теперь Нам нужно К этому Треугольнику Приставить Другой Прямоугольный Треугольник Смотрим Где у нас Прямой угол Вот у нас Прямой угол Мы пользуемся Тем Что это у нас Прямой угол И вот эту Сторону Совмещаем Со стороной Треугольника Так Так Чтобы Опять Вот этот Вот Прямой Угол Поделился Пополам Вот Совместили Вот так А так это Сделали Еще раз Вот у тебя Полосочка Берем Длинную Сторону И совмещаем Так Чтобы они Состыковались И после Этого Аккуратно Приглаживаем Вот у вас С другой Стороны Получилась Эта структура Похожая На Похожая Ну на конфетку Да Давайте так Да Увидели? Давайте Нарисуем Значит Что мы с вами У нас Было Итак У нас Было Прямоугольный Треугольник Отогнут Да И мы С вами Совместили Вот эту Сторону Загнули Загнули И получили Следую Итак Увидели? Вот Длинную Сторону Загнули И получили Вот такую Фигурку Это наш Так сказать Первый Что сейчас Делаем Поднимает руки Тот кто знает Да Пожалуйста Дима А что То же самое Повторяем Повторяем И еще много раз Повторим А что именно Да Пожалуйста Надо Согнуть И разогнуть Чтобы Потом Хорошо Складывалась Структура Итак Мы загнули Мы только Наметили Теперь нам Надо Согнуть И разогнуть Научить Запоминать В разные стороны Да В разные стороны И приглаживать И смотреть Чтобы у вас Вот здесь Ширина Оставалась Такой же Увидели? Ширина полоски Не изменялась Если у вас Ширина полоски Меняется Это значит Что вы Где-то Сбились Да Итак Вот собственно Говоря Наша структура Теперь Опять Переворачиваем Туда Где есть Одна Из сторон Что мы Будем дальше Делать Ту сторону Опять Должна Вот эта Сторона Совпасть Со стороной Треугольника Закручиваем Еще раз Вот сторона Давайте я тут возьму Лягушку Мы когда-нибудь До нее дойдем Вот видите Была структура Так Вот эту сторону Видите? Да? Надо смотреть Чтобы у вас Посмотрите И с одной И с другой Стороны Уже Получилась Вот такая Фигура Не надо делать У тебя с другой стороны Такая фигура Похожая Вот на эту Ну значит правильно Значит еще раз Складываем Итак Вот наше Писо было Номер один Раз Подняли Два Теперь Опускаем Опускаем Три По мере того Как полосочка Наша Закручивается Она укорачивается Опять Закрутили Прижали Распрямили В обратную сторону Выгнули Посмотрите Если мы будем Закручивать Всегда В одну Сторону У нас будет Очень большая Погрешность На сгибы Вот Помните В одну сторону Закручивать Закручивать И у вас будет Большая Погрешность На сгибы Поэтому мы сгибаем В разные стороны Сгибаем И разгибаем Так чтобы было В разные стороны И тогда Структура Она будет Более ровная Не будет Разбегаться У вас Опять Нашли Там Где у нас Треугольник Увидели? Опять Сторона Совпадает Прям Выравнивается По нему Вот Выравнивается И опять У нас Получается Вот так Вот смотрите Да И теперь До конца Полосочки Крутим У кого Насколько Терпения Хватит Камеру Там точно Есть Вот это А если Вот так Сглянуть Вот это Там Да Вот Еще раз Покажу Прямо Угольник Треугольник Прямоугольный Заворачиваем И выравниваем Так Разговаривать Не Надо Да 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 И последний раз Видите У меня уже Остаток Такой Что ни два Ни полтора Да Как называется Кусочек Остался Но я Все равно Для За его Закручу Закручу Для того Чтобы структура Была Одинакова Везде Итак Смотрите В результате Того Что мы Загибали Разгибали Нашу Полосочку Так Тихо Сейчас Итак Напоминаю Для тех Кто смотрит Первый раз Посмотрел На дудку Итак Была Полосочка У нас Да Прямоугольная Мы Дома Вы можете Сделать Угол Шестьдесят Градусов И сделать Ромбы Дома Вы можете Сделать Шестьдесят Градусов И сделать Ромбы У нас Есть Только Прямоугольный Треугольник И мы Будем Им Пользоваться Еще раз Складываем По Стороне Треугольника Выравниваем Полосу Нашей Полоски Здесь Сторона Выравниваем Переворачиваем Вот Треугольник Выравниваем Выравниваем И последний раз Выравниваем Вот такая полоска У нас Должна Получиться Итак Накручивайте Вот так Несколько раз Итак Если у вас Да Вот маленький Прямоугольничек Да Ну Такой размер Полоски Все равно Его Немного Загни Как бы Продолжая Чтобы он Просто Нам не мешал Да Да Можно Да Да Можно направить Вот сюда Вот Нет Не так Ты туда Не Нет Туда не стоит Итак Господа Посмотрите Вот мы говорили О том Что загибаем Ты систему понял А вот Прижал ты на самом деле Только первый треугольник А надо Всю структуру Вот наметил Прижми Прижал Расправил Опять прижал Опять посмотрел Вот видишь Ты перегнул А прижал Не прижал Пока не прижал У тебя бумага Не запомнил Она запомнит Что ее комкали А с какой целью Она не запомнит А надо Чтобы запомнила Да Поэтому каждый раз Наметил Прижал Посмотрел Так у тебя правильно Ты наметил Ну Не постарался У тебя много шло Вот у тебя раз Два Посмотрел Три А дальше опять Не прижал Что называется Елена Борис Вот Встык Встык Вот видишь Треугольник И вот сторона Стык Стык И вот теперь Вот она у тебя держит Он никуда не убежит И здесь ты пальцами загибаешь Посмотри Насколько ты ошибся Ну Не помогут Тот четыре человека Вот видишь Стык Стык И вот теперь Она никуда не денется А дальше Переворачиваешь Вот треугольник Вот опять Стык Стык А потом Опять придавливаешь Потом переворачиваешь Опять переворачиваешь Опять Стык Стык Раз Только возьмите новую Вы уже помяли свою Да И каждый раз В ту сторону И в другую сторону Нажите Да У вас хорошо Только деньги не надо Один раз Как-то Вот Вот Все Вот Один раз Больше ничего Да Ну кто сделал из тетрадного Должно получиться Из тетрадного Так Значит Что есть у кого Она должна быть Полосочкой Вот Полосочка Да Полосочка Да Полосочка Увидели Вот так Расправили И сделали Два ребра На себя На себя Два ребра Как пока Обычная Гармошка Я не получаю Верю С этим Последним Верю С С С С С С С Итак Вот у вас Получилась Такая структура Пока Вот Расправили Теперь Согнули Вот эти Два Ребра И Первые Треугольнички Извините Притопили Выгнули На себя Вниз Чтобы они Шли Вот Были Треугольники Видишь Нижние Вот я Пальчиками Беру Здесь Вниз Эти Вершинки Вверх Теперь Смотрите Там Где у меня Сейчас Вершины Дальше Что у нас В структуре Смотрим После того Как Уже что Закончила Что Нет Я тебя Не могу Поймать Хорошо Лови Итак Смотрите Вот здесь Впадины Чередуются С горками Впадины Чередуются С горками Увидели Впадины Чередуются С горками Все Увидели Вот нам Надо Это повторить Впадины Горки Следующее Впадины Не бойтесь Прям Нажать На бумагу Вот Впадина Мы ей Говорим И ты Впадина А рядом Будет Горка Не бойтесь Сказать Что Она Будет Впадиной А рядом Горка Дальше Видите Горки Их Оставляем После них Идет Впадина Не бойтесь Надавить А рядом Поднимаем Горку Ну вот Так И чередуем Горки Впадины Горки Впадины Вот У нас Получилась Руку Структура Как проверить Получилась Ли у вас Структура Смотрите Если у вас Горки Впадины Уже Чередуются Сложили И посмотрели Должна быть Полозочка Нашей Исходной Толщины Вот Тогда Вы все Сделали Ровно И правильно Из простого Тетрадного Листочка Да Ну вот Передай Вперед Так Еще Показывай Показываю Вот Молодец Получилось Получился Замечательно А где Наш простой Тетрадный Листочек Кто сделал Из Тетрадного Листочка Да Ну ничего Зато Ты понял Как делать Да Вот Из простого Тетрадного Листочка Бумага Может быть Разная Может быть Площенная Бумага От календаря Может быть Тетрадный Листочек Каким образом Мы сделаем Из фольги Каким же Есть ли Желающие Ага Вот Фольги Много А делать Кто будет Я Артем Я вижу Так Ну хорошо Давайте Пробовать А как будете Делать Ну Я тебя Сразу Огорчу Что для этого Надо Очень Быстро Сейчас Сделать На самом деле Вторую Полосочку У тебя есть Второй Листочек Хорошо Итак Те у кого Получилось Еще Раз Я не поняла Ты сейчас О чем Ты думаешь Это кому-то Интересно Да Немного Мы с вами Сотворим Ну давайте Все-таки Эту красоту Закончим Да Получилось Я рада Ну все Больше Тех Кто присоединяется К нам У кого Получилось Из бумаги Давайте Мы сейчас Посмотрим Как сделать Из фольги Хорошо Итак Ну и что Ты сгибай Приглаживай Научишь Бумага Она учится Гораздо Быстрее Так Так, все кто сидит и ждет. Они дождались этого часа, когда у меня две полосочки. Итак, поднимаем руки, у кого хотя бы одна полосочка структура получилась. Ты просто боишься, не надо бояться. Посмотри, сколько. Все сгибают и выгибают, сгибают и выгибают. В этом правда ничего хитрого нет. Не поняла. Да. Итак, внимание, полная тишина. Мы сейчас с вами, а вы дома, попробуем сделать то же самое и с фольги. Значит, фольга хорошая. Что мы с вами делаем? Я сейчас жду тишины. К сожалению, пока, вот видите, фольга дошла, доехала, да? То согнувшая, это, видно, такая большая была шоколадка. А это у нас есть полуход. Да? Ну вот, если бы она была совсем ровной, сейчас фольга лежит между двумя полосочками. Я выгибаю, сначала сгибаю одну сторону, потом сгибаю вторую. Увидели? И потом сгибаю третью сторону. Теперь я могу быть уверена, что у меня фольга, как печенье, находится в серединке. Я приглаживаю. Я выравниваю. Вот сюда смотрим. Что теперь? Поскольку две структуры у нас были одинаковые, да? А бумага все помнит. Но когда я даю чуть-чуть свободы бумаге... Сейчас я ей чуть-чуть дам свободы. Вот. Увидели? Она старается принять ту форму, которую ее уже научили. Дальше идем. Была горка. Я надавливаю. У меня будет сейчас впадина следующая. Там, где была впадина, я поднимаю. У меня будет горка. И там, где была горка, у меня впадина. Смотрите, вначале... Вначале... Вначале они у меня широкие. Почему? Потому что две структуры, да и еще проложенные фольгой. Да? Получается... Зазор большой. Но мы опять приминаем. Опять у нас образовались горки. И мне легко делать впадины, хотя, если честно, из бумаги, которая лощеная, делать их гораздо лучше. И легче. Легче, да. Лощеная бумага более соображает быстрее. А вот эта самостоятельная. Она более умная. Да. Самостоятельно мы все делаем самостоятельно. Особенно Елена Борисовна. Ну вот, бумага уже поторопилась сложиться. Услышим, что народ хочет еще и самостоятельно успеть. Подождите. Значит, в любом случае надо не спешить. Сделать надо хорошо до конца. Итак, увидели, повторяются. Ширина практически не изменилась. Хотя здесь погрешность, конечно, возрастает за счет прослойки. Ну, теперь давайте посмотрим, а что же получилось. Да, прижмем к ногтю последний раз. Вот не все, к сожалению, кто разговаривает, я могу унять. Итак, значит, все, у кого есть, увидели структуру нашу бумажную. Все увидят? Ну, она повторилась. Первый слой... Ань, снимаю. Второй слой из фольги и третий слой из бумаги. Увидели? Такая симпатичная структура у нас из фольги получилась. Те, у кого есть фольга, ну не сейчас, сейчас уже времени мало, да? Дома тогда попробуют, как это сделано из фольги. Да, понятно, что чем больше вы сделаете, раз сложите бумагу... Итак, все увидели? Давайте посмотрим, вот здесь во сколько раз бумагу складывали? Многое, да не ответ. Раз. Два. Три. Да, вот такую полосочку получили. Чем больше у вас будет лист, тем больше получится полосочек и больше получится такого интересного материала.